Стрессы, депрессия, панические атаки, неврозы – эти и другие психологические и психические недуги стали нежелательными и навязчивыми спутниками жизни россиян в последние годы. Во время пандемии коронавируса их количество выросло, в том числе депрессия может быть и проявлением постковидного синдрома. Жители Тверской области также сталкиваются с рядом проблем на жизненном пути. В рейтинге депрессивных регионов Тверская область завершает первую десятку, хотя еще до пандемии в 2018 году она занимала шестое место, согласно данным Института Сербского. Жители Твери рассказали нашей съемочной группе, что вызывает у них беспокойство. Большинство опрошенных все же сталкивались со стрессом. Все, обстановка в мире, в семье, в природе, погода, в общем-то много факторов. Вы представляете себе человека, у которого дома он расстраивается, на работе он расстраивается, по дороге на работу. Вот это депрессия, вот это да. Упадки настроения, да, как моральные выгорания бывают, конечно. С депрессивными состояниями сталкивалась, да, в какие-то трудные периоды жизни было такое, но чтобы прямо диагностированной депрессии нет, такого не было. Усталость, переутомление, выгорание, такие моменты. А как себе помогаете? Как-то медикаментозно, наверное, потом занятиями. Ну я домой прихожу, там меня встречают свои, я прихожу на работу, там у меня тоже свои. Стресс провоцирует несколько факторов. Уровень жизни, карьера, учеба, семейные отношения, генетическая предрасположенность. В 2020 году, когда в жизнь ворвался коронавирус, локдаун, ограничения, упаднические настроения у людей участились. В 2022 году, по словам врача-психиатра Елены Царевой, симптомы расстройств стали проявляться и у пациентов после COVID-19. У нас очень много осложнений после коронавируса. В связи с этим обращение больных в психотерапевтическом профиле с паническими атаками, неврозами, вегетативными состояниями достаточно большое. И, вероятно, все вот эти депрессивные, невротические, самотофорные расстройства после COVID-19, они как раз связаны с нейротропным действием вируса. Опрошенные граждане отмечали после COVID-19 кошмарные сны, апатию, страхи, бессонницу. Все это со временем проходит, рассказывает врач. Помочь себе, безусловно, можно. Например, хорошо работает спортивная нагрузка, смена обстановки, новое хобби. То, что отвлечет. Однако не стоит заниматься самолечением и тем более искать схему лечения в интернете. Произошла просто интоксикация от информации, которая раньше была только медикам, доступна. И, конечно, интернет тоже сыграл свою роль. И сейчас любая практически симптоматика, которая есть, она, конечно же, загугливается и примеряется на себя, что не всегда в пользу. Зачастую люди путают симптомы, примеряя на себя тяжелые заболевания. А это тоже стресс. Потому лучше довериться специалистам, пройти обследование. Медикаментозное лечение в таких случаях назначается нечасто. Чаще всего требуется 10-20 занятий с психотерапевтом. Такую помощь можно получить пациенту на базе Тверского областного психоневрологического диспансера по полюсу ОМС. Здесь получают лечение не только пациенты с хроническими психическими заболеваниями, как думают многие. Сеансы с психотерапевтом тем более никак не отразятся на биографии. Круглосуточно работает телефон доверия 55 82 22, код города Твери 48 22. Любой может позвонить анонимно, рассказать о своих проблемах и получить консультацию специалиста.